Я привыкла вас видеть немножко по ту сторону экрана, по крайней мере последний год И забыла честно вот эти вот мурашки, эту энергию, эту любовь Я хочу сказать, что она настолько взаимна, я искренне благодарю каждого, кто пришел Мне очень-очень приятно, спасибо большое Класс! Евгений, не волнуйтесь, я на вашей стороне, я даже вот прямо сейчас вам воды найду, чтобы вы не переживали, чтобы было все хорошо Пока начнем, несколько слов о, собственно, нашей сегодняшней встрече У нас есть тема этой встречи, у нас есть гости, у нас есть время для автограф-сессии И у нас есть люди, которые даже с приставными стульчиками Давно я не видел таких презентаций с таким аншлагом С чем я вас и поздравляю Спасибо большое Поздравляю вас с выходом книги Если честно, я вчера вечером муж за пять минут до закрытия с ДЭКа бежал, чтобы я ее побежала, получил ее Потому что я видела в своих сторис, что ее уже получают, кто-то прочитал отзывы Отзывы, ну когда же, потому что без форм, как будто бы это не со мной на самом деле Очень первое мое детище Я не профессиональный писатель, и, конечно, для меня это было, не знаю, десять раз волнительнее, мне кажется Одно дело посты чирикать, а другое дело книгу написать Причем в одном из самых лучших издательств Ну, в стране-то точно лучше, а уж в Европе и в мире тоже, знаете ли, вес имеем А у меня есть обязательная программа, есть тема, есть вопросы Можно я начну с произвольной программы? Давайте, давайте Поста, который был совсем недавно размещен Из самолета, насколько я понимаю Тут написано Когда-то давно я только мечтала, и то очень робко, что напишу свою книгу Но честно не позволяло себе думать о том, что я достойна И даже не верила, что ее когда-нибудь напечатают Это прям надо быть достойным, готовым для того, чтобы писать книгу вообще Ну, мои сторис, они больше, знаете, носят характер мотивационный Для того, чтобы я своим примером показывала, что все возможно Действительно, книгу просили очень давно Особенно мои подруги, мои близкие, говорят, Женя Ну, надо все твои истории, надо всех твоих клиентов Какие-то интересные моменты, твой опыт собрать и написать книгу Особенно у меня были и отношения, похожие на Санта-Барбару И личная жизнь, и психотерапия Я уже шестой год И давай книгу, надо Надо нет, нет И всегда есть комплекс самозванца Даже у самых крутых психологов Даже у самых олимпийских чемпионов Ну, надо просто брать и делать Этот пост я написала для тех, кто, если сейчас что-то хочет сделать, но сомневается Что я недостойна, мне стыдно, что обо мне скажут, что подумают А как же так, что не бойтесь Все в ваших руках, все от вас зависит, и все получится Мы знаем, мы знаем А что было тем самым волшебным пенделем или каким-то намеком, каким-то знаком Что все, я сажусь, я пишу Я в университете услышала формулу успеха, которую я транслирую многим И не я ее придумала, к сожалению Что нужно обладать, чтобы для того, чтобы что-то совершить Какой-то прорыв, какой-то подвиг, какой-то поступок Или там что-то создать Нужно иметь 10% экспертности 40% окружения на нас влияет Поддержка, это близкие, это родственники, это психологи Это проработка себя То есть у тебя должна быть внутренняя такая И внутренняя, и внешняя опора И 50% это уверенность в себе Потому что, и такой пример хороший мне Тогда преподаватель в институте Магаджей Ну, я рассказывала, что мне хочется книгу Он говорит, Жень, вот смотри Наверняка ты ходишь в салон красоты Я говорю, да Он говорит, ну, наверняка ты ходила в лучший салон красоты И тебе там портили волосы, например Говорю, да И наверняка ты встречала людей, кто, возможно, красит волосы дома Или какой-нибудь парикмахерской Ольга И это офигенный мастер Я говорю, слушай, да, действительно А в чем их различие? Я говорю, наверное, кому-то хватает уверенность У него нет комплекса самозванца А вот кто работает в парикмахерской Ольга Да, себя больше загнавливают Поэтому он говорит, у тебя есть выбор Сейчас выйти из аудитории Или продолжать себя загнавливать Что ты недостойно написать книгу Или пойти другим путем Себя подбадривать и искать поддержку Внутреннюю и внешнюю Класс! Друзья Как говорил мой Я неоднократно повторяю о том, что, как говорил мой преподаватель по актерскому мастерству Если хочется аплодировать, аплодируйте Вам это ничего не стоит, артисту это приятно Получили, полистали, почувствовали запах Тактильные ощущения Все нравится? Все устраивает? Очень нравится На самом деле, эту книгу мы должны были получить в печатном издании еще к Новому году Но пандемия Путь она не ладна Спутала все планы Поэтому книга была точна до каждой буковки До каждого миллиметра Каждая фотография, текст У нас было время, чтобы над ней поработать Поэтому мне в ней нравится абсолютно все Ну, скромностью как бы Я скромность давно оставила еще за партой в университете Я еще раз по этому поводу процитирую свою матушку Которую говорила мне Андрюша, солнце, зайчик Запомни, скромность, путь к забвению Какая хорошая фраза Это вот как раз про ту самую парикмахерскую Которую сидит в Ольге Парикмахерская Ольга Сидит и скромничает Могла бы Могла бы в салоне Прекрасно Итак, к теме К теме сегодняшнего разговора Что ценят мужчины в женщине И как не ошибиться в выборе партнера Вообще, в этом диалоге На моем месте все-таки должна была сидеть девушка И так вот между собой сплечь А наоборот Вы нам скажете Правда или нет Вот понимаете Может я вру С моей точки зрения Это была многоходовочка Я должен был сказать Хотя Возможно, даже это и лучше Что здесь сижу я И могу сказать Так или не так To be or not to be Кстати А вот По поводу Поиска По поводу Своего мужчины По поводу Достойной партнерши Как Много и часто Получаете от феминисток Которые Ну началось Мы сами самостоятельные Зачем нам мужики И вы-то сами Прилетают Такие комментарии У меня аудитория Практически вся Русскоговорящая Поэтому Таких комментариев У меня нет У меня как правило Как найти мужчину Что сделать Чтобы ему понравиться Что сделать Чтобы его завоевать То есть у меня Вопросы У нас женщины Очень такие Вот знаете Никак они не хотят Посмотреться в зеркало Посмотреть Что у них есть Там не знаю Птички, волосики Что она в женском теле Что не нужно Отбирать У мужчин Их функцию Да Завоевывать Женщин Делать их приятными Радовать их Они вот хотят Вот все сами Понимаете Поэтому таких вопросов От феминисток У меня нет Мне кажется У меня ни одной Даже подписчицы нет Хорошо Это говорит О том Что подписаны Те Кому эта тема Интересна И их немало 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 Да О чем говорит Наша сегодняшняя встреча Итак Возвращаясь к теме Нашего разговора Что все-таки важнее Для женщины Найти правильного мужчину Или же Самой Стать Сделать себя Той самой Достойнейшей партнершей Смотрите Как вообще Формируются пары счастливые И почему Формируются пары Несчастливые Вот Жила себе Девочка Например В интеллигентной семье Ходила на балет В театр У нее Была нянечка Мама Они там Ездили в Испанию В Италию Она выросла Пошла она Например Учиться В университет Все она тоже Какая-нибудь там На Мерседенсе Допустим У нее Обеспеченные родители И она встречает Вадика Вадик Ну предположим Тоже вроде как Ей ровнее Кажется Что он там На Гелике На Мальдиве Ее позвал Предположим Что все У них Любовь Вспышка А этот Вадик Он например Из деревни Мама у него Пирожки пекла Мама У него там Пятеро братьев Было Что мама Всю жизнь Была на хозяйстве Мама была Вот в роли Такой вот матери Отец там Не знаю Может быть был Трактористом Или алкашом Ну не знаю Вот он добился Всего Как-то Каким-то чудом Они познакомились У них любовь Мальдивы Там путешествия Там роликсы Как у нас там Все в инстаграме Красиво И все Он говорит Давай женимся Все Они начинают Сходиться И начинается Ты мне выносишь мозг А ты меня не понимаешь Почему в тебе Вот нет легкости Куда тебя понесло Потому что Ей кажется В ее парадигме В ее представлении Что у нее будет Так же Как было в ее семье Что сейчас Они с Вадиком Будут ходить На концерты На выставки Вот на мероприятия Какие-нибудь И там С родителями Чай на даче Пить с кошкой А он ей говорит Так Давай заканчивай Все Как бы Я не хочу Она такая Я буду развиваться У меня там Карьера Там балерина Я хочу стать Или актрисой А он Я говорю Зачем Ну зачем У нас все есть Вот у тебя тут дом Как бы Мне вот это Вообще не надо Я вот хочу Чтобы у нас дети были На лужайке Чтобы все бегали Валялись Я по выходным На охоту На рыбалку Поэтому давай Как бы Вот без глупости На балет Ты там с мамой Будешь ходить Раз в месяц И получается Люди Называют Свои ссоры Что ты мне Выносишь мозг Как ты такая Плохая Они это Называют Следствием А причина Изначально В том Что изначально Они Неправильно Подошли К выбору Партнеров Что у нас В нашей вселенной Для каждой Кастрюли Есть своя крышечка Ну просто нужно Вот не вот На эти эмоции Поддаваться И А действительно Посмотреть И для каждого Это своя Идеальная женщина И для каждого Мужчины Он выберет себе Партнершу С которым Будет классно И так же У женщины Ей нужно смотреть Не на то На чем Приехал мужчина И какие цветы Он ей дарит Это конечно Все приятно Но смотреть Насколько им Комфортно Жить вместе Потому что Живем мы С друг другом Очень много времени И как нам Комфортно С утра до вечера Потому что Ну согласитесь Не сильно комфортно Например Если вы привыкли Спать до 12 дня А у вас Однокомнатная квартира А вашей жене Нужно вставать В 5 утра Например И она там Блечит Что-то там Я не знаю Колотит Или наоборот Или он курит Как паровоз Ей это не нравится Или Он педант Она не педант Или наоборот То есть Вот такие вот моменты Да Вот это вот все Должно Конечно Во-первых Нужно о женщине Самой себя узнать Потому что Чаще всего Мы себя обманываем Нам кажется Что если мужчина Кричит на кого-то На официантов То нам кажется Что он мужественный В начале отношений А потом оказывается Что он абьюзер Да Потом оказывается Что он манипулятор Тиран и абьюзер Вот А потому что Женщина очень сильно Хочет Как сказать Форсировать события И очень хочется Быстро Выйти замуж А дальше Разберемся Это как в том анекдоте Когда У мужчины Кончилась соль Он поднимается К женщине наверх Прежде чем Позвонить Думаю Сейчас попрошу У нее соль Она скажет Да вот пожалуйста Проходите Нальет мне чаю Мы попьем чаю Потом у нас Закрутится Пойдут дети Потом она Будет ревновать Мне к другим женщинам К маме Будет кричать Что испортил Все это Все прорисовывает Себе же на 20 лет вперед В этот момент Звонит Накрывает Жень Девушка Говорит Что вам Дайте отсюда И спускается И уходит без соль Правильно я понимаю Что женщина Знакомит с мужчиной Уже Где-то Подсознательно Все это Выстраивает Конечно Так самый Такой момент Что мужчина Вы можете Мне кстати Скажете Вот то что я сейчас Сказала Вы со мной Согласны Или все таки Я хочу сказать Что последний пример Вот про Встаете в 12 часов У вас однокомнатная квартира Это вот у меня С моей любимой женщиной Но это мой Моя дочь Так случилось Она просто проживает со мной И вот мы когда-то Жили с ней В однокомнатной квартире Я встаю в 12 часов Она ходит с утра Ходила с утра на работу И бренчала И я спал на кухне Мне надоело И купил просто двухкомнатную квартиру И все очень хорошо Ну Это хорошо Вы поступили очень Мудро Вы начали Как-то решать этот вопрос А в большинстве С твоим Люди считают Что Это другой человек Должен измениться То есть вы взяли на себя Ответственность Что вам это не нравится Что это не она Плохая Ну большинство же Мужчин как говорят Ты можешь ходить Потише Ты можешь там Не бренчать Я сплю Начинаются Вот эти вот обвинения А вы взяли на себя Ответственность Что это мне не нравится Это я испытываю Нескомфорт И я могу Возволить себе это решение Она не может Такое испытывать А я эти проблемы решаю Я все Да Я молодец Ставлю себе Ирина пускай Все таки сходятся В процессе Они вроде как И понимают Что люди разные Не тот уровень Не то сословие Не те интересы В конце концов Но продолжают Жить один год Второй Год третий Пытаешь что-либо изменить Вот Почему это происходит Ой на самом деле Причин очень-очень много Почему это происходит Это может быть И страх Что как это так Я останусь одна Это может быть Ещё с ребёнком Это может быть зависимость Материальная Да Финансовая Моральная зависимость Может быть Что человек Если например Мы же не знаем Девочка Она там ходила Может быть Днём с мамой на балет А вечером И слушала Папа оскорбления И она вообще Привыкла уже Что для неё Любовь это страдание И она подумала Ну Все так жили Моя мама так жила И наверное Бог терпел И мне велел Да То есть Причин может быть Очень много И здесь конечно же Каждый отдельный случай Женщина должна Разбирать Не может быть Ну Одинаковых Каких-то ситуаций Конечно же Нужно взвешивать Потому что Женщины Они тоже импульсивные Даже на моих курсах На моих прямых эфирах Они услышат Одну Какую-нибудь зацепку Что он там Её например Расскорбил Все Он манипулятор Развожусь Я говорю Девочки Мы Вот эти Во-первых Там есть признаки Манипулятора Есть все признаки Написаны в книге И я говорю Что если вы увидели Три И более Признаков То это повод Задуматься И идти с этим Разбираться Ну то есть Понаблюдать Идти к психологу Разговаривать Посмотреть Может быть Где-то я спровоцировала Так себя мужчину вести Но конечно же Нужно смотреть На отправную точку А То есть Если например Пять лет назад Когда вы познакомились Он был нормальный Не знаю И ухаживал И цветы дарил И полку прибивал И помогал И в кино водил И там Квартиру и дачу Вы построили А тут вдруг Через пять лет Он начал там Тебя бить Поколачивать То может быть Как бы На себя тоже Можно посмотреть То есть Я не против мужчин И я не только за женщин Я за адекватность Чтобы люди Смогли на себя Тоже посмотреть И если не могут Самостоятельно То сейчас Слава Богу Вообще Сейчас такое поколение Что все занимаются Саморазвитием Что сейчас там У нас Информации Как познать себя Отовсюду И бесплатно И за деньги И разного уровня Прайсы И можно Если захотеть Можно начать С собой разбираться И вот это вот Очень такой важный момент Чтобы конечно же Отношения строили Два взрослых Адекватных товарища Это было бы прекрасно Это идеальный случай Но как известно Идеала Не существует Но стремиться К нему надо Да Говоря о том Что вот Надо смотреть На признаки Надо пытаться Понять Исправить что-то В себе Возможно И прочее И прочее Но лучший вариант Это вообще В принципе Избежать Такой ситуации И не связывать Свою жизнь С мужчиной Который Собственно Вам не подходит Не затевать те отношения Для которых Вы не созданы Для которых Мама этот цветочек Не растила Вот как избежать этого Как понять И вычислить Того мужчину С которым Собственно И не надо На одном гектаре Садиться по большому Ну К сожалению Или к счастью Как я говорю Из опыта своего Из какого-то Из сообщений Что женщинам Особенно русским женщинам Им вот лет до 30 Наверное 5 Избы горят Им надо Вот они Когда они все слушают Им все надо Вот Им нужно Как я это Назову Не буду сейчас Сказать У нас приличное общество Давайте Давайте Я только за Хайпа Добавил Им вот нужно Изваляться В какашечках Понимаете Вот нужно Прямо Камнет Давайте скажем Как вот собаки Есть же такие А нет Вот надо Вот им все Пройти И мамсиков И абьюзеров И чтобы их выгоняли Посреди ноти И без денег Оставляли И с детьми С двумя там На улицу Выгоняли И чтобы им изменяли И чтобы их обманывали И лапшу на уши Вешли Вот им лет до 35 Это все вот надо Вот не знаю почему Мне тоже надо было У меня у самого Я смотрела В один прекрасный момент Я поняла Что наверное Жить хватит Наелись Давай как бы Будем уже все таки По другому смотреть На эту жизнь И попробуем По другому сценарию Поэтому конечно же Это такой наверное Путь Который Скорее всего Пройдет 90% Женщин Нужны им свои грабли Они очень любимые На них нужно Несколько раз наступить А как выбрать мужчину Для того чтобы выбрать Мужчину правильно Нет Мужчины Понимаете Это вот оценка какая-то Да Вот правильный мужчина Ну да Хорошо Плохо Это очень субъективно Потому что нужно узнать себя Вот потому что Когда я узнала себя И четко поняла Какой нужен мне мужчина Мне все давали Окружающую оценку Что такое не существует Ты себе нафантазировал Я говорю Да нет Если я себе такое В голову взяла Значит это где-то есть Я быстро Когда ты знаешь четко Что тебе нужно Ты уже идешь и ищешь Что же ты То есть ты не идешь В мясной отдел Искать туфли Ты у тебя четко есть Да То есть ты уже понимаешь Что все Я Например С суперпедагогичным мужчиной Жить не буду Поэтому ты уже На первом свидании Когда садишься В его автомобиль Например Ты смотришь Там Натирает ли он себе Панель Да Или там Когда в ресторане Одень бахилы Ты уже как бы Смотришь на это А не на то Что у него Красивый зуб Прекрасный парфюм Прекрасный костюм Там автомобиль И так далее Ты уже как бы Этот путь прошла Потом ты такая Думаешь Так Я как бы готовить Не очень люблю И так Начинаешь уже тоже На первых свиданиях Смотреть Как он там Ковыряется вилкой В блюде Или как бы Все ест более-менее Да Или вообще Там Не привередливый Или как у нас Воспитательница В детском саду была Она Первая Складывала Второе И говорила Потому что в животе Все равно Перемешается Такой вариант Да И понимаете И Кто-то же скажет Что Как это так Мужчине нужно Первое Второе Горяченькое Когда у меня мама такая Да что нужен супчик Обязательно Наши мамы Они такие Они вот такие Так они и пап Таких нашли У меня вот родители Они всю жизнь вместе Там золотые Серебряные Свадьбы Все играется Как-то вот им повезло Они вот нашли Друг друга Вот А я вот как-то Вот Не с первого Раза Не с первого И не со второго Скажи И не со второго Я же Как бы Проштукировал Но зато Как я говорю Я никогда не соглашалась На гражданский брак Потому что Я считаю Что гражданский брак Это когда женщина Сдает себя Вы знаете Как каршерер Ну то есть Когда вот Скажите Может я не права У вас вот есть коллекцион Это я разведен Разведен Да На левой руке Меня фигзают Что ты носишь Я говорю Ну я просто люблю Всякие фенечки Ну это осталось у меня Тем более у меня Нет У меня было приятных сил По-моему Лет совместной жизни У меня замечательный ребенок Который опять же Живет со мной Меня все устраивает Нет Я к тому Что вы были Официально братья Вот к чему Так вот Вот смотрите Вот вы покупаете Как мужчины покупают автомобиль Вот он у него копил Хотел Мечтал Он будет его полировать На моечку возить Он предвкушает все это И одно дело Когда мужчина Взял там Около дома Каршерин Да Поезд Абсолютно же Другое отношение И так же с женщиной Вот даже Вот я по своему мужу служу Когда он говорит Это какой-то женщина Он говорит Там вот у друга Там девушка А потом Женя Ты знаешь Что она уже не девушка Она уже жена Я говорю То есть Статус другой Статус другой И я всех девушек учу Я говорю Девочки Вот вы не должны соглашаться На длительные Эти гражданские браки Если вы искренне Внутри хотите Официальных отношений Если как вам Без разницы Окей Но у нас просто 90% женщин Они соглашаются На гражданский брак Вот на этот тест-драйв В надежде Что сейчас Там она там Все покажет Что она умеет Там не знаю А потом он скажет Ну с пробегом Да Колеса подкачать надо Возьму Вот там во дворе Другая статус Да Да Я вообще Нетипичный пример Потому что я Женился еще В далеком Советском Союзе Если вы узнаете Как я сделал Предложение Вообще будет Как бы Все понятно И про меня И про мою спонтанность И прочее Я просто про то Хочу сказать девушкам Когда вы говорите Гражданский брак Запомните раз и навсегда Гражданский Брак Это та самая Печать в паспорте Все остальное Вы любовница Вот Все остальное Вы любовница Поэтому как бы А то мне там Знаете Некоторые хейтеры же пишут Что вы ерунду говорите Таких мужчин уже не осталось Вот Я не была с ним знакома Да Всего 500 долларов Скажу что Или он кажется Что нужно То есть есть и свободные мужчины И мужчины Которые действительно считают Если его любимая женщина Хочет пойти в ЗАГС Он не будет противиться Он скажет Почти И я как с точки зрения мужчины Ну я человек уже в годах Можно сказать Я вообще собственно не против Я могу на второй день пойти в ЗАГС Если надо девушек А вы свободны Да 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 Но я с прицепом Да Как видите Есть такое понятие Вот Ну и вредный Еще привередливый Ой Лучше тут даже Не смотреть В эту сторону Но в принципе Да На всякий случай Скромный Скромный Да Скромность После красоты Это мое второе качество Давайте начнем С ошибок С типичных ошибок Каких ошибок Можно и нужно Избежать Если девушка Хочет построить Долгосрочные Крепкие отношения С надежным партнером Ну Все ошибки Конечно же Большинство я писала В книге Но они просто Протипичные Протипичные Вот самая Которая ошибка Которую я Постоянно транслирую О ней говорю Когда женщина Терпит Недостатки Точнее Не терпит Недостатки Но терпит Недостойное поведение Ну то есть Она например Выносит Мужчине Мозг С утра до вечера Что он Ей не позвонил Купил не то молоко Почему он С детьми не играет Почему он Молоко Там не то купил Опоздался Работой Не позвонил Но при этом Она терпит Что у него Телефон На блокировке И она не знает Пароль Телефона Что он там С кем-то Переписывается Что там Не знаю Изменяет Ее например А потом говорит Ну прости Но вот Семья Для меня Все-таки Дороже Я это Осознал Больше не буду Ближайшие Два месяца Да И вот Она страдает Страдает И не понимает Что нужно Просто вообще Полностью Перепрошить Свой мозг То есть Мы наоборот Должны Делать так Чтобы мужчине Было дома Комфортно То есть Ты выбрала Такого мужчину Чтобы он хотел Возвращаться домой Если он Если тебе не нравится Что он разбрасывает носки Это тебе не нравится Реши как-то Эту проблему Если тебе это Совсем не нравится Поставь контейнеры Везде Вот например У меня в каждой комнате Я не люблю мусор Потому что Я сама мусорю То есть Я отрезала этикетку Тут же бросила И побежала Но Ребенок Меня дисциплинировал У меня в каждом углу Стоят такие Знаете Маленькие ведерки Чтобы до кухни Не бежать долго Особенно Когда ты торопишься Или по телефону Разговариваешь У меня везде ведерки Потом Я решила этот вопрос И я к тому Что Женщина должна Во-первых Конечно же Изначально Выбирать себе Партнера Который более-менее Тебе подходит Если он педан А ты творческая личность Но вы будете Постоянно хлистаться Извините за выражение А вот такие вот мелочи Как там Чайные пакетики Мусор забыл вынести Женщина копит Копит И потом Это вываливает С претензией Хотя я всегда говорю Ты безрукая что ли Ну то есть Ты возьми сама Выброси Если тебе не нравится Ну если мне например Не нравится То я просто перешагну И пойду дальше Муж пойдет Следом Увидит Что там Он что-то Разбросал Уберет Ну в конце концов Домоработница Приходит два раза в неделю Если мы оба не убрали Она уберет Как-то вот Как мне муж сказал Вот женщина Она должна быть Как-то легче что ли А женщины Они грузные Но при этом Они терпят побои Они терпят Неуважительные отношения Они терпят Что А мужчина записывает Недвижимость На маму На папу Но не на нее И на детей Они терпят Ну вообще Вот столько Они всего терпят Тут можно даже Мне кажется В зале спросить И они расскажут Так К залу кстати Мы вернемся Друзья Готовьте свои вопросы Но Слушайте Носки Это же вообще Это же Выйти на яйца Проблема не стоит Есть еще Но есть такие Я не хочу Чтоб он курил Мне вот не нравится Что вот он курит И вот это вот Все Я понимаю А ты когда с ним Знакомилась Знала что он курит Мне мама В 10 лет надавала Покупала Я не курю Или Они же еще Это все прикрывают Не тем Что это ее Как бы Желание Эго И она не хочет Как-то с собой Работать Они это все Прикрывают Я Забочусь О его здоровье Аааа Потому что он как бы в той женщине видит какую-то легкость, и она принимает его с его курением. Он там, может быть, вообще бычки тушит ей в голову во время секса. Понимаете? Ну да, такие нюансы. Хорошо. Так, друзья мои, если есть вопросы, да, вы просто дайте знать, и мы перейдем к вашим вопросам. Потому что, я думаю... Это к нам? Их не пускают? Их здесь по нормативам как бы нельзя больше человек, поэтому они слушают. Но там есть камеры, установленные в магазинах. Хорошая моя, молодец, класс. Так вот, собственно, год ждали, чтобы вопросы задавали вот так вот, глаза в глаза. Есть кому задать какой вопрос? Поднимите руку, дадим вам микрофон, будет возможность задать свой вопрос. К этому моменту. Да, давайте, я вот тут кабанчиком, если что, метнусь. Вы не хотели... А что вы махали рукой? Вы испугались? Да, давайте, раз уже я здесь. Евгения, что такое любовь? Такой вопрос, вот знаете, для меня, любовь. Вот я всё-таки чувствую любовь, я её разделяю. Я её разделяю теперь, когда у меня есть ребёнок на безусловную любовь, что это действительно... Вот прямо я его люблю всякого. И любовь к партнёру. И она любовь такая, когда ты именно понимаешь, что тебе с человеком легко идти по жизни. Для меня вот эта любовь. Когда вы друг друга поддерживаете, и я тоже говорю на своих курсах, книге, не помню, говорила ли нет. Для меня формула, если люди любят друг друга, они рядом друг с другом будут расти и развиваться. То есть у них будет бизнес расти, у них будут отношения с друзьями расти, они будут внешне улучшаться, у них будут такие трансформации, потому что они будут друг друга наполнять вот этой вот энергией любви. И не нужны вот эти вот громкие слова «я тебя люблю», там, под балконом стоять, ревновать. Просто посмотреть на свою жизнь. Вот ты с партнёром цветёшь, как бы улучшаешься, и твой партнёр рядом с тобой тоже улучшается по всем сферам. Или как бы кто-то паразитирует друг над кем-то или нет. Как-то так. Спасибо. Как будто там девушка читает. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Я на вашем курсе. Курс просто бомба. Спасибо вам большое за эти знания. Это настолько простые вещи, которые, ну, мы все их знаем, но почему-то не догадываемся когда-либо применить. И так вот, на своём курсе вы говорили про установки. И, допустим, сейчас я прохожу у вас курс, да, я на девятом уроке. И, собственно говоря, я не хотела бы, ну, как бы сейчас притягиваться, ну, не то что притягиваться, встречаться с каким-либо мужчиной, да. Я не хочу сейчас подпустить к себе, ну, какой-то, может быть, ниже план, ну, что такое. Мне хочется дойти до конца курса и найти именно того достойного, проработав все, да, свои там обшивки, которые, да, вот я уже теперь понимаю, о чём вообще, ну, где мои были минусы. Вот. Считается ли это, что я даю себе установку на то, что мне сейчас никто не нужен, и он ко мне не придёт? Я считаю, что это уход вообще от жизни. Это, вы знаете, вы живёте в каком-то будущем. Что вот когда-то вот я пройду курс, там всё проработаю и начну жить. Начинайте жить сейчас. Знакомьтесь, общайтесь, применяйте свои знания, потому что наши мысли нам не принадлежат. Я в этом тоже постоянно говорю. Вот вам пришла какая-то мысль в голову, через полчаса вы её забыли. Так же с курсами, с книгами. Ну, у кого-то там, может быть, мысли как-то лучше сидят в голове. Но, как правило, в нашем современном мире информация очень быстро убегает из нашей головы, да, как многие сейчас говорят, что сейчас у современных людей память как у рыбок, что быстро всё. Поэтому не ждите, когда у вас 50% информации улетучится. Применяйте сразу же для того, чтобы ходить на свидания. Там же даже задания такие есть. Не нужно ходить на свидания, чтобы выйти замуж. Вообще это такая какая-то устаревшая модель, что если меня мужчина позвал на свидание, значит, наверное, я ему нравлюсь. Это ваше заблуждение. Он просто хочет вас узнать. Просто как бы какой-то отклик. Может, ему вообще скучно. Может, он там тоже пытается свои какие-то дыры закрыть общением с вами. Вы не знаете. Поэтому лучше вообще не привязываться к этой встрече и не называть её свиданиями. И тогда у вас не будет каких-то ложных иллюзий и ожиданий. В общем, живите здесь и сейчас, потому что, может быть, завтра мы вообще здесь все не соберёмся. И как, говорила моя матушка, прошлого уже нет. Будущего, может, не будет. А есть только сейчас и настоящее. Спасибо. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вы очень красивая. Спасибо. Вы такая худенькая, стройненькая. Лучше, чем в телефоне, потому что он увеличивает. Просто нереально красота. Второе. Поблагодарить за марафон желаний. 90% из того, что я загадала, у меня сбылось. О двух я вам написала. Вы меня поздравили. Первое, связанное со здоровьем. Вот. Спасибо вам большое. Второе тоже. Вот. Ну и со здоровьем вы меня поздравили. И у меня такой вопрос. Осталось, грубо говоря, два желания. А то, полагаю, вот в сентябре спутятся. Уверенно. Вы учите, что мы должны быть уверены в своих желаниях. А вот желание, связанное именно с личной жизнью, пока не сбылось. Я не то, что ускоряю процесс, скоро Новый год, и у нас с вами, уверенно, будет новый марафон, новые мечты, новые желания. Просто для себя я пытаюсь понять, возможно, я что-то не так проецирую, возможно, я как-то не так нейронные связи, о которых вы говорите, настраиваю. Как, на ваш взгляд, мне перенастроить само себя и в чем непосредственно, может быть, есть какая-то ошибка у меня, или я слишком этого жду и пугаю что-то? Спасибо. А как зовут? Ирина. Ирина, вот в чем ваша выгода, чтобы рядом с вами не было мужчины? Сказать выгоды нет, но у меня... Я спокойно, скажем так. То есть я иногда даже себя... Не только я, мои близкие говорят, у меня слишком высокая планка, у меня вообще там завышенная самооценка и так далее. Если в детстве, там, в подростковом периоде меня это забавляло, я понимала, это круто, я там, что-то не гений, да, сейчас у меня такое ощущение, что я своего рода как бы вижу в чем-то, наверное, недостаток. И мне сейчас как бы спокойно, но я понимаю, что это неправильно, потому что мы все рождены для того, чтобы создавать семью. И я очень этого хочу, и я действительно настроена на семью, на ребенка, на счастье. Выгоды, наверное, никакой, разве что, наоборот, мне тяжело иногда эмоционально быть одной, потому что я хочу партнерские отношения, а у меня их нет. То, что вокруг, это не мое в каком плане, что не цепляет, не издевает в душе. Ирина, смотрите, вы сказали, что многие вам говорят, что у вас завышенные требования, что высокая слишком самооценка, что смейте окружение. Мой вам совет. Спасибо. Евгения, добрый день, вечер. Меня зовут Мария, я приехала из Екатеринбурга, очень рада увидеть вас. Мой родной город. Ника пришла туда, но я ее не успела забрать, поэтому сегодня еще одна. И у меня есть люди, которым она тоже нужна, и я ее обязательно подаю. Надеюсь, с вашим автографом. Вот, вопрос. Коротко, типа, ты такая классная, почему одна? И как бы вот он бесит, ну, постоянно в воздухе, потому что, ну, действительно, я считаю, что, ну, после ваших эфиров, на курсе еще не была, но стремлюсь. Начну с книги. Почему я такая классная причина одна? Да, почему она? Ну, во-первых, вы должны, ну, опять же, да, мой совет, я сегодня говорила про эту формулу, для того, чтобы выйти замуж, это тоже касается. То есть 10%, конечно, вы должны быть, соответствовать как женщина, да, если вы хотите притянуть образ достойного мужчину, то у вас должно быть 10% как бы вот женщина-женщина. 40% — это вот ваше окружение, которые вам говорят, что почему одна, когда ты выйдешь замуж, то есть, ну, если вы такими людьми себя окружаете, то успеха не будет. И 50% — это, конечно же, здоровая самооценка. Вот многие современные женщины, они хотят так сильно найти мужчину и не понимают кайфа, что они должны быть свободными. То есть партнерские отношения — это тогда, когда вы 90% — целая личность, и ваш партнер 90% — целая личность. И на 10% вы только соприкасаетесь, да, и даете друг другу импульсы больше развиваться. Вам сейчас, наоборот, время дано для того, чтобы вы, то есть если у вас нет мужчины, вы должны, вот знаете, тоже такая хорошая фраза, если у вас сейчас нет мужчины, значит Вселенная вам не хочет давать кого попало, а для более высокого уровня вы немножечко, там, скажем так, может где-то недоросли. И это время не для того, чтобы искать и быть ищущей, а время для того, чтобы заглянуть внутрь себя и себя расширить. Понимаете? Углубиться в образование, углубиться в свою внешность, углубиться в друзей, углубиться в благотворительность, да, потому что вот эта вот нехватка любви, я уже говорила, женщина, ей постоянно хочется эту любовь кому-то отдавать. Вот ей вот нужно найти этого мужчину и начинать его залюбливать. Я говорю, пока нет мужчину, залюбливайте своих близких, залюбливайте, там, детишек, да, в детских домах, животных. Для того, чтобы вот этот вот дефицит мужчины убрать, потому что мужчина, он чувствует. Даже недавно на прямом эфире, я рассказывала, у нас сейчас в компании два холостяка освободились и начинают ходить на свидания. И они сами говорят. Такое ощущение, что женщина за счёт меня хочет решить какие-то свои проблемы. И мне, говорит, сразу же хочется немножко увеличить дистанцию с ней. Я, говорит, не понимаю, потому что мужчины не увлекаются психологией, как правило, но я, говорит, чувствую вот это тут, что женщина какая-то грузная, что она вот что-то сильно хочет чего-то, а я не понимаю чего. Поэтому вам сейчас убирайте от людей, которые задают такие вопросы. Для меня это вообще странно. Я не могу себе представить, если вы мне задали такой вопрос. Мне какие-то вопросы задают хейтеры, потому что они боятся задать, задают в лицо. Потому что во мне такая внутренняя опора, что как бы в смысле. Спасибо, это чувствуется. Прям вот даже когда вы ведёте прямые эфиры, это прям действительно чувствуется. И как вы филигранно можете мотюкнуться? Это отдельное. Так, где-то у нас вот на том фланге было, да. Кстати, по поводу мужчин. Я тут пока задавались и отвечались вопросы. Насчитал в зале порядка пяти мужчин. По поводу целевой аудитории. Насколько вообще это рассчитано и на мужчин, и на мужчин? А где мужчины? Вот два вот там. Один вот здесь. А давайте спросим, потому что мужчины. А вот ещё мужчины, да. Кто-то меня любит, а кто-то из мужчин считает, что я разрушительница семей. Хотя я ничего такого не говорю. Я считаю, что обычно истинно говорю, что... Высказаться мужчины хотят? Или пока просто послушать? Хорошо, ладно. Мужчины, как соберётесь с мыслями? Поднимите руку, я к вам без очереди подаю. Всем здравствуйте. Евгения вам особенно. Здравствуйте. Во-первых, хочу присоединиться к словам девушек, которые говорили бы о меня. Поблагодарить за всё, что вы делаете. Я на курсе. Я с вами. Спасибо. Всем обязательно советую туда пойти. Это того стоит. Меня разрывает на части. Для меня это очень сильный выход из зоны комфорта. Спасибо. Я прокачиваю себя много лет, но, несмотря на это, много лет всё обдумываешь, вроде всё знаешь. Но при этом, когда ты элементарно пишешь на бумаге и что-то делаешь, это уже, конечно, другой уровень. Ну и у нас всё-таки замечательные кураторы. Согласна. Спасибо. Евгения, и, собственно, у меня вопрос. Мне 21 год. Я желторотик. Да. У меня есть своя квартира. Мне подарили. Но при этом сама я ещё толком в жизни ничего не достигла. Я только на начальных этапах. Понятное дело, что мне не нужен папик. Я хочу выстроить гармоничные отношения. Я хочу уже через пару лет создать семью, родить детей и так далее. Но на данный момент меня окружают так или иначе ребята, которые даже плюс 5 лет. Всё равно ещё они твёрдо не стоят на ногах. И, как правило, у ребят нет своей квартиры, нет определённого дохода. И что делать? Но не будем же мы жить в моей квартире? Это же уже тоже не тот сценарий. Как быть? Ну, я не верю. Я не знаю. Такая огромная Москва, и что нет молодых людей со своей же площадью, значит, ему ещё рано, понимаете, заводить семью. Если мужчина научился заниматься сексом, то он должен найти и место, где им заниматься. Иначе пока ему рано об этом думать, и тем более о создании семьи. Не торопитесь, а то успеете. Понимаете? Вот ошибиться и наломать дров, скажем так, всегда можно успеть. Выбор мужчины, вообще от выбора мужчины зависит счастье женщины. Ну как ни крути, потому что у нас акцент идёт на семью. Мужчины на социум, на карьеру, на увлечение, да их так воспитывают изначально. Женщину воспитывают, надо выйти замуж, да? А мужчин воспитывают, надо быть сильным, надо зарабатывать деньги, хорошо учись, чтобы там поступить в институты, устроиться на работу. Их не учат. Ты давай скорее 18 лет иди женись. Нет, конечно. Поэтому не нужно торопиться. Ну конечно же, я считаю, что... Вот зачем вот в 21 год, да, вот чтобы что? Вам нужна непременно семья и дети. А чтобы что? Ответьте себе на этот вопрос, проанализируйте. Нет, семья и дети, она говорит, через 2-3 года. Сейчас она хочет как раз... Через пару лет, да. Сейчас она хочет присмотреться, а у него нет квартиры. Просто по такой логике, я как человек, родившийся в Советском Союзе, девственником был, блин, до 35. Ну типа... Ну вы же находили где-то? Конечно. Возможно, сведение. Конечно, родители были на работе. Хорошо, мы ответили на ваш вопрос? В сцену, да, хорошо. Да, давайте здесь еще один вопрос с этого фланга, потом перейдем на более освещенную часть помещения. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Это чудо встретить вас вживую, потому что мы с подругой уже год на вас подписали. Спасибо. Мы успели пройти уже полный курс. Самооценку и деньгами на ты. Также хочу, чтобы вы передали большую благодарность супругу. Вот его... Спасибо. ...настойчивая, простая тема, это просто очень-очень высокая оценка и очень достойный супруг, достойный жены. Спасибо большое. Хочу также... Хочу также... Честно, у меня сейчас вопроса такого нет, но я хочу аудитории сказать, потому что у вас настолько обширный спектр. У вас же не только там с мужчинами на ты, да, тема темы и денег обрабатывается, и самооценки, а все у нас начинаются самооценки, благодаря вам я это поняла. И слава богу, что после сорока я это поняла. Потрясающие вебинары про воспитание детей, на самом деле, пожалуйста. Да, у меня дочка, она вас тоже слушает, она все так... Прямой эфир или записи... Ну, конечно, я фильтрую, понятно, силу возраста. Ушки закрой. Нет, ну, какие темы можно вместе там послушивать, а какие нет. Вот что хочу сказать вам. Во-первых, ну, естественно, огромное-огромное спасибо. И всей аудитории хочу сказать, кто в Инстаграме нас слушает, кто потом будет смотреть, да, не сомневайтесь, идите на все курсы. Это вам важно. Нам все. Так, что они на пустынке, что они все правильно сказали. Это настолько элементарные вещи, но настолько у нас не хватает грамотности их увидеть, распознать в обычной жизни, что ваша работа просто бесценна. Вы волшебница. Спасибо. А, вопроса не будет. Все, Ваня, ну, так вот у вас два сертификата, понятно, что на многие вопросы вы уже ответили. Так, освещенная часть помещения. Есть вопросы здесь, пока я двигаюсь, поднимайте руку. Или вы? Сейчас он остынет, и ты сохранишь ничего страшного. Ужас. Так, мало того, что телефон перегрелся, я хочу сказать, вот там очаровательная девушка-блондинка взяла книгу, и говорит, последнюю оплатила. Здравствуйте, дорогая Евгения, я также присоединяюсь. Спасибо вам огромное, низкий поклон за все ваши курсы. У меня вот такой вопрос. Люди все-таки меняются, мужчины, но и женщины, либо по вашим советам только приспосабливаются? Я считаю, что приспосабливаться вообще нельзя. То есть это насилие над собой, то есть вы ничем не будете отличаться от партнера, который вас насилует, если сами начнете насиловать себя. Я про то, чтобы человек узнал себя, полностью себя узнал. Вначале идет отрицание, что нет, я не такая, во мне ничего таких ролей нету, я вообще не манипулирую, я вообще не истеричка, я вообще ангел. Потом отрицание, потом человек принимает себя, начинает с собой работать и он начинает корректироваться. Я постоянно говорю, что для того, чтобы, то есть наша психика закладывается первые 7 лет. Каждый день, да, ребенок взрослеет, закладываются, закладываются слоями. Вот для того, чтобы полностью себя перепрошить, нужно 7 лет ежедневной работы. То есть каждый день свою головушку, помимо еды, складывать полезную, новую информацию и, конечно же, ее применять. То есть как бы, как вот дети, да, то есть ты ему объясняешь, потом в какой-то момент он берет сам ложку и начинает есть. Так же и люди. Поэтому, если есть желание, то можно себя трансформировать полностью вообще за 7 лет. Скорректировать себя, конечно же, тоже можно. Но вы должны понимать, что значит перепрошить и скорректировать. Это значит, что рецидивы будут. Ну, просто, если вы были истеричкой каждый день, то вы будете там раз в 3 дня, например. ну, я не права в ни в коем случае, а просто, да, что там потом раз в месяц, потом, там, раз, например, в год будет все равно, потому что наше подсознание, это такая, как бы, вещь очень уникальная, но это будет все реже и реже. Так же с мужчинами. Просто мужчины, они другие, они не будут ходить столько времени на психотерапию, они не будут читать эти книжки, потому что им нужно зарабатывать, им нужно, им проще поменять женщину. То есть они вначале, конечно, себя бьют в грудь, что я буду меняться, я буду ходить в психологу, да, я ради тебя буду 5 лет ходить в психологу. Но, как правило, там, после 3-4 консультации он не видит быстрого вот такого эффекта, он опять что-нибудь, там, они разругались, он говорит, ничего не работает, все, давай жить, или как жили, или расходимся. Поэтому, конечно, не бывает стопроцентного излечения, просто рецидивы будут реже и реже, реже, они будут короче. Если раньше, там, семейные пары, там, ругались неделями, то они могут свести свои отношения, там, да, ну, не знаю, там, огрызнулись, там, пару раз, да, и так далее. Но это нужен высокий уровень осознанности, и когда я это все рассказываю, я говорю, вот просто проанализирую, это человек стоит, там, семи лет твоей жизни, чтобы ты над ним билась, билась, и не так, что когда он изменится, он выберет тебя, да, то есть он может и тебя не выбрать. Конечно, он скажет, а я лучше стал, сейчас найду другой цветочек на этой поляне. Конечно, мы же всегда притягиваемся на определенном уровне, потому что мы тоже на определенном уровне своего сознания. И когда другой человек вырывается вперед, то не факт, что он останется с вас, со своим партнером. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Евгения. Спасибо вам за ваши курсы и все, что вы транслируете для нас. Вот затронули здесь мужчин. Подскажите, а как правильно делать им комплименты? Самое главное не делать комплимент поступку. То есть отношения это всегда вин-вин. То есть вы можете сказать, ты красивая, своей подруге. Ну, потому что у вас с ней не отношения. Вы можете комплимент сказать своему ребенку, своей маме. А отношения это всегда вин-вин. И для того, чтобы потом женщина не страдала, что она слишком много дала, влила в эти отношения, всегда хвалите за какой-то поступок. Ну, там, мне очень приятно, что вы о мне заботитесь. Я такой. Несмотря, что вы замужем, я такой. Понимаете? То есть мужчина делает для вас поступок, открывает вам дверь. Вы говорите, какой-то говард. Мне вот так приятно. То есть не нужно ему, если он лежит на диване и мусор не может вынести неделю, да, и денег он не приносит, не нужно вокруг него еще полчком бегать. Ой, это какой красивый у меня. Да, это какой замечательный. Да, как мне повезло. Да, это же Господь с небес спустился. Может, вынесешь все-таки мусор? О, нет, боги мусор не выносят. Вынеси дома. Правильно? Я сейчас просто о другом, но опять же о мужчинах. Да. Мы же возвращаемся о том, что в том числе... У меня сердце болит, что там мои за шторкой. А мы сейчас, когда начнем автограф-сессию, откроем. Или один вопрос можем за шторкой. У меня есть за шторкой что спросить? Спасибо. Как говорит одна известная певица, как она про себя думает, ваши люди всегда с вами. Так вот, я про нас, про те, которые с Марса, вы же с Венеры, а мы с Марса. Потом так получается, что встречаемся здесь на планете Земля. Но правильно ли я понимаю, что и книга, и, собственно, вы как бренд, потому что сейчас очень модно говорить, что надо раскручивать личный бренд, и он уже потом начинает продавать и книги, и курсы, и мастер-классы, и прочее, прочее, прочее. Правильно ли я понимаю, что все это, в том числе, благодаря тем двум мужчинам, с которыми не получилось? Вы стали такой, потому что они были такими говнюками. Но они были не говнюками, то есть мы... Ну я просто утрировал. Но если мы утрировали, то да. Конечно. И такие нужны? Конечно. Я же говорю, до 35 лет они должны быть. Но после 35 лет это уже как бы ненормально. Вы должны себя вытаскивать сами. Поэтому кому-то 21 со своей квартирой. Успокойся, у тебя еще вагон времени. без квартирных. Да, можешь одного так для примера взять. Чтобы не подняться... Не понравился? Сказал, иди из моей жилплощей. Кто ты здесь такой? Эм... Это же мне кажется, так самооценку поднимают. Ну просто понимаете, может быть, я, конечно, не права. Нет, вы правы. Ладно, все, тогда... Зачем вот это вот? Не надо самокомпания занимать. Это подтверждает и люди, которые за что бы, потому что... Мужчина же может не сразу покупать квартиру, он же может снять. Конечно. Он может работать на двух работах. Просто я работаю с 14 лет, вот мой муж работает с 16 лет. И мы снимали там, да, ну как бы... Верите мне, я когда переехал в Москву, работал грузчиком на одном из пищевых складов. И ничего, хотя думал, приехал, но все. Да. И я работала промотором в Калинке-малинке, вот сейчас это золотое яблоко, это наша сеть Екатеринбургская. Поэтому мужчина, если хочет, ему нужно как бы... Он найдет способ. Понятно, что необязательность его требовать, да, свою живоплощадь. Но хочешь как бы девушку привезти, как-то вот организуй. Вот. Но мы сегодня про грабли, на которые наступать все любят. У некоторых становится это даже неким хобби или образом жизни. Но и опять же наши люди, это я в том числе и про себя говорю. Мы же не любим, нам же чужие ошибки как бы вообще не впрок. Вот насколько это все-таки хотя бы один процент прочитавших применит и обойдет все эти грабли, все эти капканы, все эти... Ну, у меня на самом деле есть статистика. То есть я же постоянно... О-о-о, давайте. То есть я же такой человек цифры, факты. И, как правило, да, то есть это 10 процентов из всего курса, у кого вау-результаты. Ну, то есть вот у меня себя, да, что человек, то есть некоторые люди... А она уже при таких результатах думает, от таких-то нет равных мне. А потому что еще надо немножечко общество выбрать, потому что у нас общество тянет назад. Нет, согласен, окружение это очень многое значит для своей самооценки. Конечно, конечно. Их тебя будут постоянно поддерживать и говорить, да, ты классная. Ну, когда родишь? Часики тикают. Ну, когда замуж выйдет? Уже как бы старорожащая был такой термин в Советском Союзе. Так и сейчас ничего не поменялось. Вот если мы будем спросить, мне кажется, каждый такой вопрос задает. Когда родишь, когда замуж, все уже. Я вам хочу сказать, у меня сейчас близкая подруга, ей 44 года, и она вот беременна. Хороший возраст. Да. Нашла себе мужчину, ему 32, свободный, бизнесмен. Прикольно. В Екатеринбурге, то есть там в МИИ 10 миллионов. Как бы все есть, понимаете? Просто надо перенастроить свой маяк немножко. Слушайте, 55 минут, которые мы говорим, понятно, очень короткий период для того, чтобы поговорить о многом, но мы напомним, что 12-го числа, раз тут кто-то из Екатеринбурга приехал, то может и в Москву, и в Санкт-Петербург вонуть. Вот, классно. Если понадобится хорошая экскурсия по Санкт-Петербурге по крышам, напишите мне в директ, я дам вам одного замечательного человека, который тоже в этом издательстве издал свою книгу. Он, да, да, высокий, под 2 метра, в красивых кроссовках, просто мы навстречу тоже пришли, у нас был батл кроссовок, в общем, напишите, Андрей Краснов мне в директ, я вам отвечу. А также 25-го числа у нас будет встреча в Москве, но там, слушайте, помещение маленькое, там как бы нам вместиться, но это в тесноте, да не в обиде. Ну, я надеюсь. Но это одно из самых, не в МДК будет сказано, одно из самых прекрасных, там кожаные диваны, там близость Кремля в одном плевке. Я просто боюсь, за сколько занимать, это, знаете, как за айфонами очередь будет. Так вот, я говорю, к тому это, что время поговорить и задать вопросы еще будет, сейчас к автографсессии как мы ее будем проводить? Будем брать книги, вы будете подписывать или в целях, как бы, санитарных мер? Или же будем по одному человеку? Нет, конечно, по одному человеку фотографироваться, подписывать.